Сегодня мы рассмотрим настройку подключения по протоколу L2TP на примере Beeline и Akada Екатеринбург для модели маршрутизатора WNR-3500L. Настройки для других русифицированных маршрутизаторов Netgear, таких как WNR-612, WNR-1000 и JWNR-2000 осуществляются аналогичным образом. Провайдер Beeline использует параллельный доступ к интернету и внутренней сети провайдера с выдачей динамического IP-адреса, тогда как для работы локальных ресурсов у Акады Екатеринбург необходимо указывать адрес вручную. Итак, первым делом необходимо открыть web-браузер, например Internet Explorer, и в адресной строке ввести адрес 192.168.1.1. Это адрес по умолчанию для всех интернет-маршрутизаторов Netgear. В появившемся в окне авторизации мы вводим имя пользователя admin и пароль по умолчанию password. Если только вы не изменили пароль ранее. В появившемся меню интерфейса переходим в меню основные настройки. Сначала мы рассмотрим настройку под провайдера Beeline или под другого-другого интернет-провайдера, использующего протокол L2TP в динамической выдаче настроек для подключения к локальной ресторе провайдера. На вопрос требуется ли при подключении к интернету ввести имя пользователя и пароль, указываем «Да». После чего указываем в типе подключения L2TP. Прописываем в имени пользователя наш логин для доступа к интернету, например 0891234567, а в поле «Пароль» пароль от интернета, например 123123. Если мы хотим, чтобы маршрутизатор всегда оставался подключенным к интернету, указываем в режиме «Подключение» «Всегда включено». В совершающей стадии будут оказания сервера для подключения, адрес сервера, в виде tp.internet.beeline.ru. После чего достаточно нажать кнопку «Применить» и вы сможете пользоваться интернетом и локальной сетью провайдера. Настройку под провайдера со статическим выделением IP-адреса для локальной сети мы рассмотрим на примере «Акады Екатеринбург». Аналогично заходим в настройки L2TP и указываем в первую очередь логин, например F12345 и ваш пароль, например 123123. Режим «Подключение» «Всегда подключено». Адрес сервера, vpn.akado.url.ru. Затем нам необходимо прописать IP-адрес, маску под сети и адрес локального шлюза из памятки пользователя в соответствующие поля. Например, мой IP-адрес 10.0.0.100, маска под сети 255.255.255.0, IP-адрес шлюза 10.0.0.3. Прошу заметить, что данные настройки взяты для примера и вам необходимо вводить именно те настройки, которые предоставил вам сам провайдер. Далее указываем использовать следующие адреса DNS серверов. И в качестве предпочитаемого DNS сервера указываем 10.0.0.1. В качестве альтернативного 10.0.0.2. Так как Акады используют привязку по MAC-адресу, то если вы настраиваете маршрутизатор с компьютера, который до этого был подключен к провайдеру, укажите опцию «Использовать MAC-адрес компьютера». После чего нажмите кнопку «Применить». После применения настроек у вас уже будет доступен интернет, однако для полноценного функционирования локальной сети провайдера необходимо также прописать статический маршрут для подсети 10.0.0.0.0. Для чего мы переходим в меню «Статические маршруты». Нажимаем «Добавить». Имя маршрута мы можем задать совершенно произвольный, например, «Акада». Далее прописываем в качестве IP-адреса местное назначение адрес 10.0.0.0.0. Маска под сети 255.0.0.0. IP-адрес шлюза – это IP-адрес того шлюза, который у вас указан в памяти провайдера. В нашем примере это 10.0.0.3. И в качестве метрики указываем 2, после чего нажимаем «Применить». Маршрут прописан. Этого достаточно для того, чтобы у вас появились локальные ресурсы, и вы пользовались как интернетом, так и локальными ресурсами в полную меру. На этом застройка для Акада завершена.